Приветствую вас. Давайте разберём вопрос. Человек пишет о том, что болезнь очень устала и появляются определенные мысли. Человек пишет о том, что он не знает, что может помочь. Ну, во-первых, хочется сказать, что у вас кредитное состояние, судя по тому, что мы можем видеть. Потому что вам действительно тяжело, вам действительно трудно, вам действительно может быть даже больно. Тут наверняка не скажешь, потому что нет информации о том, чем вы болеете. Ну, тем не менее, тем не менее, совершенно очевидно, что вам нелегко. Вам нелегко. И, соответственно, ну вот силы для того, чтобы как-то вот жить. Энергия нужна для преодолевания непростых моментов в жизни. Но, конечно, дело у вас может или отсутствовать вообще, вот, или может быть на нуле. Вот. И, опять же, хочется сказать, вот, что ничего ненормального в этом абсолютно нет. В том числе в этом отношениях. В том числе и ситуации, естественно, это, естественно, что это, естественно, естественно. Как мне кажется, нужно в первую очередь проживать то, что вы чувствуете, проживать свою боль, не бороться с своей слабостью, а не сопротивляться, если она есть, а вот так скажем, спокойненько, да, спокойненько ее проживать и просто проживать свои эмоции. Приживать ту боль, которая у вас сидит и вам будет становиться легче. А дальше, потом, после этого, вы потихонечку будете находить для себя ресурсы. Вот. А для того, чтобы, чтобы, ну, двигаться дальше. Вот. Понятно, что здесь нужно сопровождение врачей. Вот. Чтобы, чтобы, ну, они дали вам какое-то представление о том, каково ваше состояние. Вот. Вот. И что можно вам делать? Ну, вот. В этом состоянии. В своем состоянии. Вот. Для того, чтобы как-то вот, ну, лучше несколько оперировать, да, наверное, свои ресурсы, которые у вас есть. Вот. Чтобы не напрягаться, вот, не перенапрягаться и, соответственно, не терпеть неудачи. Вот. Ну, я думаю, что, вот, примерно, примерно такой ответ вам здесь можно дать. Вот. А по поводу мыслей, да, совершенно очевидно, ну, совершенно очевидно, что вы чувствуете себя не свободным. Вот. Ну, никакую такую вот, ну, никакую такую не свободу. Вот. Совершенно очевидно, что вы, ну, чувствуете себя склонной, да, зажатой. Вот. Ну, как-то вот той или иной степени. И, конечно, ну, хочется вам как-то вот освободиться, да, хочется как-то вот почувствовать себя, почувствовать себя свободной. Вот. И вот это, на мой взгляд, абсолютно нормально. вот. Вот. Поэтому, вы не хотите освободиться. Но. Ох! Мергия говорит злость. И, ну, всё, что в воздухе, это нормально, абсолютно. В этой ситуации в вашей ситуации всё в воздухе абсолютно нормально. Испыт. Поэтому, на мой взгляд, найти для себя какую-то такую, ну, возможность, что ли, возможность выразить свою злость очень, очень важно. Вот. Найти возможность выисказать её, может быть, да? Найти возможность, ну, поговорить о ней. Вот. Вот. Возможно. Всё это очень, очень важно. Если вы, ну, ничего такого для себя делать не будете, вот, то вам будет, конечно, очень, очень и очень тяжело. Вот. Потому что, ну, взлиться, взлиться в вашем случае. Вот. Там, там, взлиться на себя, да? Вот. Влиться на, ну, окружающего мира. Вот. Чувствовать, чувствовать какую-то несправедливость, да? Вот. Вот. Это абсолютно естественная, нормальная, нормальная реакция человека на такую вот непростую жизненную ситуацию, которая сложилась. Вот. Вот. Поэтому, конечно, вот, другой вопрос, если вас некому, да? Рассказывать, если вас некому говорить об этом, если вам сказать, ну, так сложилось, так случилось, что вас некому услышит, например. И вы как-то вот брошены в этой ситуации. Вот. Так, ну, да. Тогда вам, конечно, очень непросто. Вот. Ну, для таких целей, опять же, да? Для того, чтобы вот подобное не повторяло, не повторяло. Вот. Вот. И есть, собственно, психологи. Вот. Которые, которые вот как раз занимаются с помощью человеку. Вот. Вот. Ну, не брать то истов, скажем, скажем так. Вот. И, если бы, что-то. Вот. Ну, папа, пока, что-то, вот, вот. 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 Ну, ты знаешь, что в любом футе вы, наверное? Вот. 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 Даже если вам, вот, как-то, ну, как-то кажется, что, что, что выбрал, что вы бложены. Вот. Вот. А у меня одна в любом случае, вот, что-то вебался молодец, что, вот, что написали, вот, вот, сюда на, на наш сайт, Выбор самоладец, правда? Только это первый шаг. Следующим шагом, я думаю, могла быть как раз индивидуальная работа для вас. И так далее. И я думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Да, тут такой довольно интересный момент. Потому что если человек устал, то он получает все доборы. Ну, я знаю насколько, насколько вот актуально стало здесь, говорить о том, что борьба, 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 это то, что, в принципе, очень сильно. Из-за счета. Из-за счета. Очень сильно из-за счета. Поэтому я бы не рекомендовал вам прям вот так активно бороться. Я бы рекомендовал поисследовать свои ресурсы, да, свои возможности. Вот. И постараться увидеть, увидеть то, как вы могли бы наиболее, может быть, эффективно. Эффективно принять этот статус. Вот. Вот. Как-то так, я думаю, может быть, эффективно. Я надеюсь, что с вами это было. Ну, как интересно и полезно. Вот. Как максимум, что вы для себя какие-то выводы сделали. Вот. Было бы очень хорошо. Вот. Ну. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Позволит вам сформулировать. Вот. А вот. Собирать вам сформулировать. Вот. Да. Собирать вам сформулировать. Вот. Для себя базовых потолоков. Для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...